Добрый-добрый-добрый день всем! Ну что, у нас переигровки в азиатском дивизионе Join.mlg Pro League у микрофона, друг, студия игрокам ТВ. Ну и начинаем. 25 марта и у нас начинается только-только игровой день. Сегодня очень много стримов, ну и соответственно очень много экшена и веселья. Arcanus Gaming против команды Signature Trust. Там есть что делить, команды борются в принципе за более высокую позицию в группе. Немножко позже покажу вам, ну в принципе что вам показать. Покажу вам таблицу игровую и расскажу. Но вкратце, секундочку, сейчас вам немножечко уточню инфу. Там что Signature Trust, что Arcanus. В общем-то на высоких позициях, по-моему, второе и третье место между собой делят. Сейчас инфа обновится и все точно расскажу. Но пока давайте перейдем к данному матчу. По пику, со стороны Signature Trust уже взяли Шейкера. Есть Лина, есть Бисмастер, Висп и конечно же ЦК. Олдскул давая строта, Виск плюс Чаус Найт. Просто чудо из чудес. Квапа, Бристлбэк, Энигма, Скайрос Мак и Снайпер от команды Arcanus. Signature Trust решили немножко нестандартно пойти у нас. Я так понимаю, Лина, которая будет фармить и фармить, скорее всего, в легкой будет Майпро. Ну и на мид отправится Лейклз вместе с Канеки. Собственно, Лина будет фармить в легкой. Майпро, его обычная позиция на мид лейне. Ну и теперь Лейклз наверняка Свиспом. Мид отжали у нас у Майпро. Собственно, разница-то небольшая. Если в соло фармить, то фармить низ, фармить легкую или фармить мид лейн. Собственно, от Лины не убудет. Абба на Бистмастере отправляется в сложную. Пока что через Зверушек идет на первом жиллевеле. Нет топоры. Ну, тут, в принципе, есть вариант подфармливать через топоры Эншентов. Тоже не проблема. Вот остановка по лайнам со стороны команды Arcanus. Хейнрик отправляется на мид лейн. И на снайпере в легкую у нас уходит фармить Майти Сейвер на Квапе, как я понимаю. Ну и что там по сложной? По сложной у нас Бристлбэк, на котором будет играть Плейхард. Абба уже готов. Уже вызвал птицу и уже, в принципе, чекает топруну. Ну, он здесь в соло, а здесь сразу 4 игрока команды Arcanus со стороны Дайр. Из леса пока не выходят, на лайне не показываются. Ну и Кабан тут лес тоже прочекивает, чтобы никто не завардил, никто не подпортил возможность нормально фармить для Аббы. Кабан уже видит здесь Хейнриха, да и птица, в принципе, Хейнриха тоже здесь видит. Ну, тут не по шансам, конечно, Абби забирать руну. Ну, все, без файтов. Хотя нет, почему без файтов? Плейхард у нас на лоу ХП, на нижнем лайне Лейкелс. Вместе с Канеки забирают Бристлбэка. 1-0 для команды Сигней Читрасс. Нестандартный пик, а можно говорить, что дабла из ЦК и Виспа. Это действительно нестандартно. Обычно у нас не берут такого сборного керри, который напрямую зависит по своей крутости от саппорта. Не отходящего от него можно действительно за одного персонажа. Братья Виспа плюс ЦК. Так же, как и бывает в свое время Висп против Тини, без Виспа Тини немножечко сладковат для команды соперника. Тут из ЦК, в общем-то, на ранних лвелах ситуация похожая, хотя сам по себе персонаж покрепче, ну и не так легко его пробить. Тут со старта 4 дефа, это действительно дофига на первом левеле Тини. Таким количеством дефа не отличается. Хейнриха поймали. Второго левела нет еще, но пока что без второго левела. Спириты раскручивают еще один удар по Хейнриху. Ну что? ЦК забирает второй фраг. Начало просто великолепное. За одну минуту. Сигней Читрасс сделали 2 кила. И 2 кила отходят у нас Чаус Найту. Да, Лейкелс, конечно, по голде пробустился невероятно мощно. Давайте сразу посмотрим. Полторы тысячи просто со старта подарили Лейкелсу. В Курьере уже летит ему тапок. 450 на руках. Ну и здесь начальные артефакты имеются. Но не отстают. Не отстают у нас от Снайпера. Не отпускают его. Хейнриха ждет очень веселая дота на ранних лвелах. Собственно, мы это с вами, я думаю, еще неоднократно увидим. По групповому этапу, кстати, Арканус с Сигней Читрасс по 10 поинтов имеют за 9 матчей. Тут, в принципе, есть за что побороться. Вот. И делят между собой четвертую позицию, собственно, по этому и бойню. Кто там да как, кто куда выходит. Ну, по-моему, вне зоны вылета и одна, и вторая команда. Ну, надо расстановку, в принципе, по местам получить, чтобы на следующий сезон в команде готовиться. По-моему, ни Арканус, ни Сигней Читрасс у нас не претендует на выход из группы. Да, здесь Инвейджин, Рейф и МВП Феникс. Ну что, Снайпера третий раз отправляют. Второй раз, точнее, Снайпера в Таверну отправляют. И третий раз у нас делает фраг именно ЦК. Лейклс 3-0-0. Скайрос Макс, сюда вообще иди. Без рифта, но тут, в принципе, и с руки доковыряют. Еще один удар надо. На этот раз уже Виз пришел забрать фраг. Канеки не проседает по ХП. Через Оверчар, через Боттл, ну, столько, в принципе, столько ассистов иметь. И у Лейклса столько фрагов на третьей минуте, что перефарм будет ощущаться еще очень долго, я думаю, вплоть до конца. Через Реалити Рифт даже не потягивали к себе Хенриха. Просто напугал нас Лейклс, насколько я понимаю. Потому что Хенрикс с места не двинулся, видимо, вовремя ЦК просто-напросто отменил Реалити Рифт. Тут на другие лайны даже переключаться особенно не хочется, потому что весь экшен у нас на мидлейне, мы это прекрасно видим. Ладно, все-таки как-то мы уже обидели другие лайны, обделили их вниманиями. На топе Майти Сейлор, 16 на 8 крипстат у его оппонента, а именно у Аббы, который играет на Бестмастере, 1 на 2. Ну, Беста проблемы. По КД, Шадоу Страйк в Рюбра у нас летает, Бестмастер, тут сильно к крипам не подойдешь. Опять же, Скрима Пейнт 2. Ну, что такое? Снайпера снова отправляют в таверну. 0-3. Такое начало для команды Арканус, наверное, никто не ожидал. Ну, Сигнечи Траст могли в это верить, ну, могли пытаться, но шансов, наверное, не так-то много. Реалитериф, через одну секунду Квапе, еще один удар и Квапа отъезжает. Доминейтинг у Лейкелса. Пошел наваливать Скайра с магу, вообще без остановки. На 4 секунды залетает Станц, спирит и здесь, оставляй. Мега килл, дабл килл, 7-0 Сигнечи Траст, 5-0-2 Лейкелс. Это ГГВП и, по-моему, более чем ощутим стал запах поражения команды Арканус. Это просто какая-то дикость. ЦК на миде на 4-й минуте 6-го левела. Лина разваливает в это время Бристлбека. Через Фиссуру быстренько с Бристлом разобрались. 8-0. 4 минуты сыграли, 8-0. Я даже боюсь открывать графики. Первая минута, 3000 по золоту Сигнечи Траст, по экспириенсу 500. Даже немножко странно. Но Арканус, видимо, здесь за счет Квапы. По левелу получше себя чувствовали. Все-таки у Майти Сейвера 20 крипов, а у Бесмастера 8 на 2. И то это только сейчас, когда Квапа ушла с лайна. Зато ЦК выфармливает очень... Ну, еще один фраг. Теперь Келлинг Спри у нас для Виспа. Квин оф Пейн отправляется в таверну. Через Реалити Рифт, через Болт, просто... Ну, тут действительно через Болт. Квапу развалили. Ну что, полетел Вис. Прилокейт есть, полетели на Хенриха. Какой раз? Я тут даже не обсуждается, умрет у нас или не умрет Хенрих. То, что он умрет, это 100%. Вот только от кого? И в какой раз? Четвертый раз умирает Снайпер. На этот раз килл забирает Табба. Помогли своему флейнеру. Ну что, возвращаются? Возвращаются сюда. Ульта пошла у нас от ЦК. Мати Сейвера поймали. Блинг отсюда как можно быстрее. Виспа, скорее всего, потеряет. Тоже не факт. Мати Сейвер на лоу ХП, но выживает. Но главное, что Лейкес не погиб. 10-1. За одного Виспа 550 заработала команда Арканус. Сигнейча Траст по золоту 3 с копейками. По экспириенсу с полутора до тысячи спустились. Вот это начало. Вот это давление на Арканус. Как, собственно, прийти в себя после такого жесточайшего оуныджа, который устроили игроки команды Сигнейча Траст, мне непонятно. Плей Хард. Без ничего вообще. Настакал себе Эншентов. Да, выформить получится. Но здесь, наверное, с двух попыток только получится. У Бреста нет шестого еще до сих пор. Седьмая минута. В соло Брест стоял. Шестого нет. Канеки. Ловят его в лесу. Недалеко Лейкелс. Ну, здесь Эйдолоны должны у нас Канеки разваливать. Налого ХП. Но умирает, скорее всего, и Канеки. За него очень много получит. Я думаю, Энигма забирает ЦК. Через Эйдолонов забрал ЦК и Энигма. Сам Энигма где вообще? Энигма сам в таверне. Ну, по золоту должен был нормально поднять. При наличии смерти 270 еще поднял. Одну тысячу голды команда Сигнейча Траст просто смертью Виспа и ЦК подарила своим оппонентам. Немножко странная ситуация. Что там ЦК и Висп делали? Ну, поверили. Ну, им дали возможность поверить в себя. Что там вообще у ЦК? У ЦК 5.0 было до этой смерти. И 4.1 было у Виспа. Почему не идти? 9 киллов из 11. Все это в мидлейне. Все это даблой Висп плюс Чаус Найт. Бумбелл на Шейкере пока без артефактов. У ЦК уже имеется Драбом Фендеренс. И есть Бутсофт. Есть также ПТ. Ну, сразу в Блэк Холл у нас ныряют. Все, Виспара забрали. Лейкелс тоже отъезжает. Ну, не жалеет уже ни Блэк Холлов, ничего. Хенрих отъезжает в таверну. Бист перед смертью. Ультует у нас Снайпера. Снайпер тоже погибает. Лейкелс на ЛОХП. Делай тэпаут отсюда. Чего вообще стоять? Ну, не дали. Не было болта, зато был реалити рифт. Ну, и притянулся, собственно, к жареным бабочкам у нас ЦК. Тут и отъехал в таверну. Минус 3 сделали Арканус. 905 заработали. Зачем фидить Сигнейча? Здравствуйте. Как вообще так можно? 11-1 выигрывали. Теперь 13-6. Майти Сейвера ловят. Ну, это же Квапа. Ее просто так не поймаешь. Тем более, долго к остающимся станам от Майпро. Тут не по шансам. Да и не было, в принципе, Лагуна Блейд. Квапа в любом случае уходила бы. Да, наверное, чуть более сильно битой. Но, в принципе, вполне живой. Майти Сейвера ПТ есть. Есть базилка. Ну, и немножко вспомогательных артефактов, типа веточек и танго. У Виспа уже готова урна. Есть Боттл, есть Бутс оф Спид. У Лейкелса после барабанов. В 520 сверху. Ну, так неудачно, конечно, в Блэкхолл влетел у нас ЦК вместе с Виспом. Ну, опять же, опять же, они попались в ловушку собственной крутости. Потому что почувствовали, что им дают играть так, как они хотят. И они, собственно, играют так, как хотят. И у них все хорошо получается. Ну, и здесь решили не скромничать, не влетать куда-то в леса. Сразу влетают на лайн. Ну, теперь вернулись назад. Хенриха через реалити рифт притянули. 4 секунды не будет Хенриха. Даже не претендует Канеке на то, чтобы украсть ненароком фраг. Ну, и забирает у нас отсюда ЦК. Сразу же в мид. Майти Сейвер. Куда Майти Сейвер улетел? За Т1. Как можно подальше от этой даблы. Висп уходит... Нет, не за руной. Майти Сейвер на 4 секунды залетает в него стан. Сразу же сверху урна. Сразу же разваливают Квапу. На этот раз Висп забирает. Фраг 5-3 у Ио. ЦК 7-2. Ух, что творится с командой Арканус? И как вообще выезжать из таких каток? Честно говоря, не очень понятно. Хенрих, шарпнель по ноге. Канеке что-то купил. Лейкелс, точнее. Уже готов... Есть Огрклаб у ЦК. На 10-й минуте. ПТ. Драма Фендеранс. Огрклаб еще и 400 сверху. По Нетворсу Чаус Найт на первом месте 5-300 заработал. Ну и... И что? Майти Сейвер, наверное, да? Не будем учитывать у нас Эникму, потому что это не убивающая единица. Вот, допустим, Майти Сейвер, да. Серьезный убийца. Так вот, у Майти Сейвера... Общий Нетворс 3-100. Ну и понимаете, 3-100 на фоне 5-500. Это провал полнейший. Я уже молчу о Снайпере, у которого 3000 нет до сих пор на 10-й минуте. То есть, менее 300 ГПМ для мид-лейн снайпера. Но загнали дичайшим образом вис вместе с ЦК данного персонажа. И теперь придется за это платить. Командир Арканус. По золоту. Сигней Четраст 3000. По экспириенсу 500. В пользу Сигней Четраст. Бумбелл. Выходит в спину у нас к Энигме. Сразу же реалити рифт. Ну, здесь Блэк Холл есть, но юзать, наверное, бессмысленно. Энигма отъезжает у нас. Соник Вейф от Майти Сейвер. В никуда. Хотя нет, нет, нет. Почему в никуда? Шейки разобрали. Размен один в один. Энигма отъехал со стороны Арканус. Ну, и со стороны Сигней Четраст погибает у нас Шейкер. Размен по золоту относительно ровный. Хотя даже больше в пользу команды Сигней Четраст. Ну и Бристалл Бэк. Бристалл на лоу ХП, потому что Эншентами наконец-то занялся. Есть у него Бутсов Спид. Есть Белтов Стрэндж. Ну и до ПТ, в общем-то, все уже необходимое есть. Покупает Виталити Бустер. Есть Стаут Шилд. Готовится в выход. Я думаю, ПТ доделает. А потом уже будет смысл докупить кольцо для Вангварда, точнее. У Энигмы есть Мека, есть Солринг. До Даггера еще где-то 1600. У Скайра Смага... У Скайра Смага есть урна. Ну и все, в принципе. Тапок. Все остальное можно не считать. Квапу поймали и убили. И делает это Висп вместе с, конечно же, Лейкелсом. Висп, наверное, улетит отсюда. Я думаю, что оставляет у нас Лейкелса дофармить Тауэр. Ну и улетает во вражеский лес у нас. Висп. Без ТП. Можно и приехать здесь. Мистик Флэр под ноги Виспу. Ну и тут даже ульта от Снайпера. Зачем? Собственно, это нужно было? Непонятно. Лейкелс пошел наваливать у нас по Бристу. В лицо кричит у нас Аба Бристу. Брист сыпется. И сыпется достаточно серьезно. Лейкелс, да переагрежет и Тауэр. В итоге не забрал Тауэр никто из игроков команды Сигнетчат Раст. Ну и не за Дена или Арканусы. Денег, в общем-то, нужное количество получили игроки Сигнетчат Раст. По золоту они 4000 выигрывают. По экспириенсу практически в ноль. Даже немножко удивительно. У них все-таки на 10 фрагов больше. У Лейкелса до БКБ остается всего лишь 800 копеек. У Абы есть Даггер. Орпу в Веном тоже имеется, но это все под КБН, собственно. Максимальное замедление, которое может быть, у Абы уже имеется. Ну, релокейт готов. Единственное, чего не хватает, это фантазм, наверное, для ЦК. И можно будет смело врываться. Тут вообще можно к ЦК просто привязаться. И все будет относительно... Собственно, экшен мы не пропустим. Именно вокруг данного персонажа строятся все активные действия Сигнетчат Раст. Но у них такой пик. Такой пик, по которому... Вокруг Виспа и ЦК все веселье происходит. Врывные ребята. Есть необходимые скиллы. Есть, опять же, крутой буст от Виспа. Я говорю об оверчарже, через тизер. Все это позволяет ЦК быть настоящей машиной для убийства. И в лейте, чем ЦК контрить, я не очень представляю. Тут Снайпер ничего толком Чаус Найту не сделает. Тем более, если его будет Висп бустить на скорость атаки, на ХП реген, на скорость передвижения. Тут Снайпер, конечно, бедняка. Я уже молчу о том, если Висп вместе с ЦК ворвется в Снайпера, а не Хенрих будет стоять в файте, ждать своих оппонентов и потом настреливать. Одиннадцатого левела Снайпер и одиннадцатого левела ЦК. Появляется БКБ уже для Лейкелса. Находит его PlayHard. Купи БКБ. БКБ покупает у нас ЦК и на Релакете забирает у нас ЦК. Ну что, БКБ есть, забирай. Где Курьер? Курьер, значит, дает у нас БКБ Лейкелсу. Я думаю, будут врываться. Должны врываться. Уже здесь с боку подходит у нас Бисмастер. Есть ульта. Барабаны провязали. Врыв сразу же на Майти Сейвера. Майти Сейвера через Фессуру забрали. Ну что, команда Сигнейчит Раст решила не ждать долго. БКБ есть. Лейкелс БКБ не юзал. Пошли под Т2. Ну и тут под Т2 либо будут разваливать команду Арканулс, либо будут сносить Тавер. Под ноги Юул. Поймали. А поймали здесь Бристлбека. Где Энигма? Тут без Блэк Холла Бриста просто разорвут. С Даггера врывается Энигма. Бумбел отъехал. Отъехал также Висп. На середине ХП у нас Лейкелс. Урна на нем висит. Скорее всего, Лейкелса могут забрать. Где ульта Снайпера? Была ли уже? Нет. Снайпер у нас умер. Ну что, Трипл Килл от Риал Рамоса. Даже удивительно. Энигма делает Трипл Килл. По золоту дофига вообще поднимает. Очень много. Троих в файте убили. И все три для Энигмы. 1350 Энигма зарабатывает за один файт. Ну, теперь можно идти в БКБ. Хотя, может быть, даже... Ну, нет. На профессиональном уровне Аганимы на Энигму. Это такая редкость. Только для самых слабых, наверное, игроков. В принципе, Миднайт Пульс и так руками кладется. Энигма может с этим справиться. С двумя скиллами это не проблема. У Бреста до сих пор нет готового. Да ничего, собственно, готового. Ни готового ПТ, ни готового Вангварда. Почему Плейхард так долго с этим тянет? Непонятно. Настакал себе Эншентов. Ну, в файтах, в принципе, участвует, погибает. Это понятно. 0-4-4. Ну, купи пока деньги есть. Купи хотя бы ПТ или купи, пойди, Вангвард. Не мучай ни меня, ни себя. Плейхард стоит, просто настреливает у нас по... Ну, понятно, чтобы стаки не слетели, стаки спрея. Это очень важно. Врыв у нас в мид. Наорал Бестмастер здесь на Хейнриха. Стопа заходит Майпро. Под БКБ Лейкелс. Еще два удара. И тут, в принципе, Скайросмак отъезжает. Да. Майти Сейвер на 4 секунды стан. Очень быстро разваливают. Висп забирает Клапу. Ну, и Энигма в это время забирает у нас Шейкера. Где, кстати, Энигма? Рил Рамос идет на руну. Есть Даггер, есть Мека, Сол Ринг, ну и Огр Клап. Уже готов. Митрил Хаммер один остается только на рецепт БКБ. Ну, четверых в любом случае забрали Сигнетчет Раст. Больше всех здесь ЦК настрелял. Даблкил, насколько я понимаю. Ну, и идут сносить Тауэр. Т2 сыпется. Остался Т2 внизу. На топе уже нет Тауэра. Внешнего остался только. Тир-2 Тауэр по нижнему лайну. У Абы до Аганима еще 2000. У ЦК 2100 на руках. Огр Клап имеется. Я думаю, что в Сен-Жиньяшу выходит у нас Лейкелс. В Курьере пока ничего для него. Тут Канеки, зато уже Урну собрал. Меку, точнее, собрал. Еще и 1000 сверху для Канеки. Да, Висп у нас просто купается в золоте. 7 убийств для Виспа. Это действительно много. 5 смертей. 12 ассистов для Канеки. Ну, и здесь 12 фрагов ЦК. Собственно, вот они все ассисты. Плейхард 50 до Пауэр Трэдс. Купишет их, наконец-то, на 20-й минуте. Уже начинает немножко напрягать Плейхард. То ли забывает АПТ, то ли не считает нужным их покупку. Я думаю, есть смысл. Лишние ХП не будут. Собственно, лишним и ХП не будут в файте. Это при том, что даже Бристиллбек сыпется относительно быстро. Ну и на количество ДФа, учитывая блокировку дэмэджа, лишние ХП по курсу размена Бристиллбека... То есть, это много, действительно. Если плюс там 200 хп для Веспа, это, в общем-то, я бы даже не считал. А 200 хп для Бристиллбека это много, с учетом того, как сложно его ковырять. У Хенриха потихонечку пытается нарисоваться Яша. У ЦК уже готов сэнджин Яша. Летит. Летит в курьере данный артефакт. У ЦК по фарму все великолепно. 12 тысяч за 20 минут. 9400. Лина заработала. Энигма. 9 тысяч по золоту общины от Ворс. Ну и 6700-6800 для Хенриха. Хенрих с хайграунда развалил у нас Виспа. Хотя Висп живет. Ну, нет, все. Висп в итоге отъехал. Майпро по спине. Бристиллбеку. Через Фантазм. Вверх на Квапу. Хенриха если притянут, то убьют. Лейкелс решил все силы свои приложить к Бристиллбеку. Это у команды Сигнетч Траст получилось. Минус 3. Потеряли одного Виспа. Крипы очень быстро рассыпаются. Через Раскастут Лины. Это, в принципе, несложно делается. Ну и улетает Майпро на собственный фонтан. Ну, здесь пешком, как я понимаю, ЦК уходит в лес. В общем-то, поформить ему никто не помешает. Вот, крипов сильно не проседает у нас Лейкелс. Даже несмотря на отсутствие какого-то отхила. Но еще и очень повезло. Руна регенерации для Лейкелса. В принципе, берешь ее сейчас и идешь на топ с Шейкером. Того же Майти Сейвера наказывать. Если проходит нормальный стан на 3 на 4 секунды. То ЦК 15 левела, я думаю, недолго будет с Квапой разговаривать. У Фрайд Беттерфлайс появляется Ставфу Физардри. Готовится выйти в рот у Фотос. Но не покидают его надежды на какие-то серьезные артефакты. У Снайпера Белт оф Джан Стрэйндж появляется. Но это готовится выход в Сенж. Там уже Сенжин Яша. Скорос Мага мы видели. У Эннигмы. До БКБ еще 800 по золоту. У Бристлбека... Есть Вангвард, есть ПТ, Боттл, Луплей Хард. Дела не лучшим образом. Топ-3 снизу. Это, конечно, печально. Квапа готовится выйти в Аганим. Остается всего лишь 1300 для Майти Сейвера. Ну и теперь по команде Сигней Читраст. У Шейкера 1400 на руках. Осталось 850 до Даггера. У Лины есть Аганим, есть ИУ. У Бистмастера до Аганима всего лишь 400 по золоту. У Виспа Мека уже готова. Ну и готовится выход в Ладмир. Это что Блейкелсу лишний слот. Не занимать и не тратить, в принципе, деньги на важный артефакт. Поймали Хенриха. Через Реалити Рифт. Стан на 2 секунды. Хенриху достаточно. Дальше. За Энигмой. Нашли кого зацепить. Зацепили Скайра Смага. Ну и все. Улетает отсюда Висп. Лейкелс остается. Минус 3 команда Сигней Читраст делает на Секрет Шопе. Команда Арканус. Но у них все шансы, чтобы выиграть эту игру. У ЦК уже появляется Ривер. 2700. Без Тараски для ЦК. Но здесь по силе огромный показатель. Опять же, 210 с руки. Скорость атаки огромная для ЦК. Стан есть. Возможность догнать. Есть. Ну и Висп, который, во-первых, бустит здесь на скорость атаки. Во-вторых, позволяет нормальной регениться. Да, с Виспом, конечно, ЦК чувствует себя великолепно. Я бы даже не сравнивал с Тинни. Не сравнивал со Свеном. ЦК, по-моему, был рожден специально для Виспа. Ну и по Нитворцу Лейкелс на первом месте. 15500 Чаус Найт у нас заработал за 25 минут. Это много. Это невероятно много. Это более 500 ГПМ. Это вообще критично. На 25-й минуте. Давайте вообще глянем. ГПМ 640. Лейкелса ГПМ. На втором месте Майпро тоже через 500 переваливает. 530 золота в минуту для Майпро. Ну дальше уже Энигма. Даже немного удивительная. Где Квапак? Где Бристлбэк? Почему там Снайпер 382 против 646 от Чаус Снайта? Чем Снайпер собирается убивать ЦК, мне непонятно. По артефактам ничего вообще нет. Так, в это время у нас убили Квапу. Не, блин, клону у нас Квапа не получилось. А чем убили? Неужели через Лину? Да, через Лину. Фиссура, под ноги Лайт Страйкерой. Ну и дальше Драгон Слейв, как я понимаю. И Лагуна Блейд. Наорали на Хенриха. Туда же Релакейт от Снайпера. Ну, Блэк Холл будет, наверное. Да, да, будет Блэк Холл от Энигмы. Канеки просто выхиливает у нас ЦК. Ну и все. Это огромная проблема для команды. Арканус минус 4. Висп забирает у нас ЦК подальше. Отсюда трипл килл для Чаус Найта. И пошли на топ, как я понимаю. Или на мид. Т3 не тронутый. Тут просто сделали минус 4 на хайграунде команды... На хайграунде команды Арканус. Все. Есть Иул. Под ноги Лайт Страйкерой. Поймали. Драгон Слейв. Фиссура. Реалити Рифт. На 3 секунды стан. До свидания. Бристлбек отправляется в таверну. Квопа в Соло. Соник Вейв есть. Правда, нет Аганима у Майти Сейвера. Будет ли он тратить? Да, наверное, его скорее потратят. Крик сразу же у нас Майти Сейвера. Стан на 4 секунды. Минус 5. Ну, просто по одному Арканус. Могут подойти в файт и умереть. Больше им ничего здесь не остается. Подойдет ли вообще Скоросмаг? Лейкелс. На себя вытянул Фрайд Баттерфляйс. Ну и стан на 4 секунды. Все спокойненько уходит отсюда. 3 800 на руках. В принципе, уже готовая Тараска. Надо просто купить и принести себе Курьера. Мульта пошла у нас в Абу от Снайпера. Ну что, сносят нижний лайн. Будут лети на Мид. Сейчас Висп вернется. Давайте Виспа дождемся. Хотя Висп не сам-то прилетит. Висп прилетит у нас с Линой. Забирай. Забирал Лину. 2 400 на руках у нас у Майпро. Ну и можно смело идти на Мид. Лина забирает Снайпера. Где Чао Снайт? Здесь 3 200 на руках у Лейкелса. Есть Аэгис. Можно умирать хоть 2 раза. Убивать все равно некому. Снайпер не может никого убить. У него 14 уровень. У него 120 с руки. Скорость атаки 0,71 секунды. Ну пускай 0,50 под Момом. Здесь уже готовая Тараска. 3 400 по ХП. 78 ХП регент в секунду у Чао Снайда. БКБ есть. Барабаны есть. Сенжин Яша есть. Быстро бегает. Сильно бьет. Очень живучий. Крипы подошли. По всем лайнам подошли крипы. На топе смело можно идти и попытаться Майти Сейв разобрать. Но для этого опять же должен быть недалеко Бисмастер. Либо Шейкер должен дать хорошую качественную фиссуру. У Шейкера до сих пор нет Даггера. 28 минута. Фантан смот Лейкелса. Под оверчарджем. Под тизером. Лейкелс. Должен убивать здесь Тавер. Никто, собственно, ему не помешает. Здесь Майп Рос ДД с огромной скоростью атаки. Уже присоединяется у нас к Чао Снайду. Ну и пошли разваливать бараки. Есть топ. Есть, в принципе, все возможности сейчас закончить игру. Хотя почему-то Сигнейши Траст скромничают. Сорок-пятнадцать. Они выигрывают за тридцать минут на двадцать пять фрагов. Это просто жуть. Команда Арканус Гейминг, я думаю, будет во сне вообще этот матч видеть. И с криками в холодном поту просыпаться. Потому что вроде бы Best of One, вроде бы команды равны. И в таблице шли равно. Но теперь Сигнейши Траст показывают Арканус, что никакой равной игре речи идти не может. И они сильнее. И пока они действительно сильнее, чем их оппоненты. У АБ есть Аганим. Есть, в принципе, Блинк Даггер. Давным-давно Форс Став. Но тут бы огромнейший закуп у Бестмастера. Но по золоту еще бы. У Бестапа золоту ТОП-4 проигрывает только Энигме со стороны команды Арканус. Ну а так, в принципе, два игрока команды Сигнейши Траст на первых местах. Чаус Найт и Лина, соответственно. Две. Не две, точнее, 21750 для ЦК. Ну и Майпрос 16100 уже заработал. У Бумбелла 800 по золоту после Даггера. Гем приобрел, но это, я думаю, для Девардинга. Собственно, гем-то нельзя против каута применить со стороны команды Арканус. Ни одного инвиза, ни встроенного, ни купленного. У Арканус Гейминг нет, как и первого, как и, точнее, центрального и нижнего Лайна. У Майпро появляется Эгглсонг. Где-то уже должен лететь, в принципе, Геоцептор. Я думаю, что Майпро, конечно же, у нас не в бабочку выходит, а в Этериал Блейд. Почему бы нет, собственно. Лагуна Блейд, который в Этериал заходит, это верная смерть для любого игрока. Команды Арканус, Лейкелс. Фантазм провязал две Тараски у Фантома, у Чаус Найта. Ульта пошла от Шейкера. Мистик Флэр, под ноги Лейкелс, он вообще ничего не чувствует. БКБ включает. Два удара. Разваливается у нас Скайросмаг. Ну и Хенрих тоже, это просто абсолютная аннигиляция от команды Сигнейчат Расс. Залетают под фонтан на релокейте Канеке вместе с Лейкелсом. Все-таки бабочка была там для Лины. Это уже просто рассмешить, видимо, к финалу игры своих соперников. Да и свою команду повеселить. Ну что, упал трон команды Арканус Гейминг. 0-8 Бристлбэк, 1-12 Снайпер. Кор-герои, мейнкерри, что один, что второй, должны были вытаскивать свою команду в лейте. Ну, понимаете, да, с 1-12 какая вообще лейта. ГПМ 368 против 749 от Чаус Найта и от Лины 569. Ну что, поздравляем Сигнейчат Расс с победой. Они там выходят на четвертое место, по-моему. Но это тоже особенно ничего не решает. Там на следующий этап жеребьевка будет немножко неблагоприятной для Арканус. Ну, надо было сильнее играть. Все, пока прерываемся и переходим, как я понимаю, на Гест. Да, что у нас тут Гест вообще? Да, Гест Сикап работает. Все, тогда небольшая пауза. Сразу на Гест Сикап. Там у нас, там у нас, там у нас Кенсей Уип сыграет против команды Айдел. Все, небольшая пауза, перерыв 2-3 минуты, пока графика, музыка. Ну и вернемся через 2-3 минуты. Все, ждем. Продолжение следует...